У-у-у! Если ты меня не простишь сегодня! Если ты меня не простишь сегодня! Если ты меня не простишь сегодня! Скажите, вы бывали когда-нибудь на концерте Параноликов? Конечно, я на всех концертах был их. На всех концертах были? Да, все. В прошлом году, я помню, они Лужники собрали. На концерте нет, не бывало. Я видела записи. Когда-нибудь на концерте Параноликов? Нет. 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 К сожалению, нет. К сожалению, нет. Никогда. Ни раз. Вот, и моя жена подтвердит. Она очень смешливая. Я очень жду приглашения на концерт, и это моя любимая группа. Вы когда-нибудь бывали на концерте? Да. Я была, значит, в Великом Устюге. Это было года три назад. Он исполнял там песни. Нет, я никогда не бывала на этом концерте. А вы бывали когда-нибудь на концерте Параноликов? Конечно. Но во сне. Да, наверное, потому что... Мне снилось целый год, что я хожу на концерты Параноликов. Это было потрясающе. Да, да. Я... Ну, как на концерте, на полноценном, наверное, нет. Где мы, собственно, и познакомились. Но на концерте не была. Ну, на таком прям концерте-концерте не была. Очень жаль. Скажите, вы когда-нибудь были на концерте группы Паранолики? Только в своих мечтах. Вы знаете, я была на таком, можно сказать, как бы, квартирнике. И это было незабываемо. Да. Я пару раз был на репетициях. Честно признаюсь, я, наверное, еще ни одного концерта не пропустил. Я могу сравнить это с Рихтером с исполнением великого органиста и дамриста. Да, к сожалению, мы не то чтобы не знали об этих концертах. Просто так все время как-то совпадало, да, Ксения, что не получалось вырваться на них. И мы очень огорчены тем, что так мало происходит этих концертов в столице, в основном, напряженный гастрольный тур по России. Но не получается у нас в некоторых городах вырваться, к сожалению. К сожалению, не был никогда на концерте группы Паранолики. Но очень хотел бы. С удовольствием приду обязательно. А где будет концерт ближайший проходить? Да, ну я тут просто слышала, что вроде по феврале намечается в Олимпийском. Пойду, да. Мне интересно. Обязательно пойду в первых рядах в ВИП-зону. Еще пару человек точно будет. Я, да Ральф. Нет, увы, нет. Мне кажется, это все-таки интернет-проект. Есть ощущение, каждый раз, когда захожу на YouTube, как на маленьком концерте Пара Ноликов. Ну, вообще-то мы фанатки, но мы такие интернет-фанатки. Были ли вы когда-нибудь на концерте группы Пара Нолики? Нет, хотелось бы покупать. Очень хотелось бы покупать. Я так понимаю, он где-то на кухне проходит обычно. В 87-м году этот концерт у меня запомнился, потому что это был такой первый их путь. Настоящий путь, после чего о них уже стали говорить как о группе, состоявшейся группе Пара Нолики. Нет, не бывало. Но я видела их. Я вот настраиваю гитару сейчас для... Для ребят, да? Да, для ритм-гитариста группы Пара Нолики. Восьмого по счету, их там, по-моему, 12 всего. Особо мне нравится вот из... Их же 20 человек, и вот который кудрявый, с серыми глазами. Там замечательные девочки, поющие две. Они играют в гитарах. Никаких концертов не было. Ну, дело в том, что еще не было ни одного. А, не было концерта еще. Да. Да, ну, у них и не было ведь ни одного концерта. Не было, говорят, нет. Я бы знала об этом. Не было. Не было. Ну, думаем, что концерт какой-то идет, турне, и когда-нибудь они к нам попадут. Но, ну, как бы нет, так нет. Ну, что тут скажешь. Я надеюсь, что концертов Пара Ноликов будет все больше и больше. За 10 лет ни одного концерта? Очень жарко. Он наотрез отказывается давать какие-то концерты, там, квартирники или еще что-то. Вот наотрез. Все-таки вот Господь существует и оградил человечество от концертов Пара Ноликов. Так пусть с имут какой-нибудь ДК, Зуева, например, или Б2, вот клуб тут недалеко, пусть устроят концерт. Ну, я желаю вам концертов, в конце концов, хотя бы одного в год. Желаю вам, хотя бы с половинкой зала, ну, или с четвертинкой, или хотя бы, чтобы два человека пришли на ваш концерт. Потому что ваша музыка, она же волшебная. Пацанам концертов все-таки, ну, выйти на этот уровень, взять эту планочку, вот, и делать это, ну, там, раз в месяц в среднем обязательно. Я сделаю вам пирог, ну, вот, и все, мы в конце его вынесем со свечками, ну, и стол, вы друзей позовете, я все приготовлю, будет очень хорошо, ваши песни или альбомы, там, как вы говорите, все будет вот. Для меня, это вот как утром в детский садик собираешься, и, ну, тебе надо туда идти. Вот то же самое ощущение я испытываю, когда я увижу где-то маленький пост, билетик, не дай бог, контрамарочка мне перепадет бесплатно, я, я лечу туда, паранолики. Это большая радость, спасибо за такой ответ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok